Приветствую всех любителей рыбы! Давайте поговорим о захватывающем мире щуке. Это не просто рыба, это настоящий хищник. Один из самых впечатляющих обитателей пресноводных водоемов. Встретить ее – это настоящее искусство, требующее знаний о ее поведении, местах обитания и пищевых привычках. История слова «щука» увлекательна. Ее корни уходят в древние времена, связанные со старославянским словом, которое переводится как «кусок» или «ломать». Почему именно такое название? Предполагается, что оно было присвоено этой хищной рыбе из-за ее уникальных характеристик. Острые зубы щуки как будто созданы для того, чтобы кусать или разрывать свою добычу. Это слово не только описывает рыбу, но и придает ей некую таинственность и величие, скрывающиеся за поверхностью воды. Щуки – настоящие хищные, обитающие в мистических пресноводных просторах Евразии и Северной Америки. Они отдают предпочтение спокойным неподвижным водоемам, где играют свои загадочные игры с тайнами глубин. Великаны этих вод призываются к жизни в мистических заливах Балтийского моря, там, где волны шепчут забытые секреты, и в уютных пристанях Азовского моря, где таится своя загадочная гармония. Эти дивные создания предпочитают территории рядом с берегом, где густо сплетаются заросли водных растений и играет цвет солнца в прозрачных водах. Они тщательно выбирают места обитания, окружая себя водным мусором, который для них лишь часть уютного дома. Наблюдать за щукой можно как в прибрежных акваториях, так и на глубине таинственных рек. Однако их настоящий рай – устья рек, сливающих в свои воды великолепные водохранилища. Там, где просторы расширяются, а богатая водная флора ткает свои сказочные узоры, щуки встречаются с тайками, создавая живописные картины в этом подводном мире. Щуки – существа деликатные, требовательны к водным условиям. Бездонные водоемы, где кислорода немного, становятся для них запретной зоной. В зимнее время, когда природа замерзает в ожидании весны, содержание кислорода в воде играет ключевую роль. Понижение его до 2-3 мг на литр становится угрозой для их существования. Это исключительный род объединяет 7 захватывающих видов. Обыкновенная щука – самый типичный представитель рода встречается в большинстве пресноводных озер и рек Евразии и Северной Америки. Достигает 1,5 м в длину и весит около 8 кг. Обыкновенная щука предпочитает места без течения и заросли у берегов. Американская щука – обитает на восточном побережье Северной Америки. Подвиды включают северную и южную красноперую щуку. Не отличается крупным размером и их длина может достигать 45 см, а вес килограмма. Основное различие между подвидами – окраска, плавников у южной щуки. Щука Максинон – это редкий вид. Самая крупная щука в семействе. Получила свое имя благодаря индейцам, которые называли ее уродливой щукой. Могут достигать почти 2 метров в длину и весит до 32 кг. Черная щука – это североамериканская хищница, обитающая в озерах и заросших реках от Канады до Флориды. Размеры взрослой особи достигают 60 см и веса 2 кг. Характеризуется мозаичным рисунком на боках и темной полоской над глазами. Амурская щука – живет в водах острова Сахалин и реки Амур. Размеры меньше, чем у обыкновенной щуки – до 115 см и 20 кг. Южная щука обитает в водоемах Северной и Центральной Италии. Этот вид был официально выделен только в 2011 году. Аквитанская щука обитает в водоемах Франции. Описана научно в 2014 году и до этого считалась под видом обыкновенной щуки. Каждый вид щуки обладает своей уникальной историей и особенностями, создавая невероятное разнообразие в этом захватывающем роде рыб. Их уникальная ротовая полость стала поводом называть их речными акулами. Зубы щуки – настоящее произведение природы. На нижней челюсти они напоминают клыки и выполняют важную роль в захвате добычи. Зубы на верхней челюсти и других ротовых костях мельче, и их острия направлены внутрь пасти. Как интересно, устроен механизм захвата добычи. Когда щука хватает жертву, ее зубы словно щеточки опускаются в ротовую полость, мешая жертве вырваться на свободу. Зубы заменяются у щуки благодаря особому механизму. Когда один зуб перестает выполнять свои функции, его место занимает новый подвижный зуб, прочно прирастающий челюстной кости. Это процесс смены зубов делает их вечно готовыми к охоте. Глаза щуки высоко расположены, что позволяет им охватить большие участки окружающего мира, без необходимости поворачивать голову. Они также обладают отлично развитой боковой линией, которая реагирует на малейшие вибрации в воде. Эти хищники ведут охоту из засады, скрываясь среди зарослей. Их метод ждать и внезапно атаковать, всегда захватывая добычу за голову. Тонкая чешуя покрывает их тело, завораживая своими узорами и оттенками, зависящими от окружающей среды. В глубоких водах они окрашены темнее, в то время как те, что обитают в мелких водоемах, имеют более светлую окраску. Их жизнь – это настоящая загадка, они могут прожить до 30 лет. В весенние дни после долгого зимнего ожидания щука просыпается из спячки и начинает свой пиршественный танец. С голодом, накопленным за холодные месяцы, она становится неутомимым хищником, готовым преследовать жертву через водные просторы до тех пор, пока успех не будет в ее лапах. Охота становится ее страстью, и она продолжает свою борьбу до полного удовлетворения, когда частичка следующей добычи торчит у нее из пасти. С щукой не шутят. Она не знает меры в еде, готова проглотить даже своего собрата, особенно если тот меньше ее в размерах. Рациона этой удивительной хищницы впечатляет своими разнообразием. Она не презирает ни один вид рыбы. Плотву, карпа, подлещика, пискаря, карася, широколобку, усатого гольца, окуня – они все попадают в список ее предпочтений. Колючие рыбы, как, например, ерш, требуют от нее особой осторожности. Щука крепко сжимает свои челюсти, пока жертва не прекратит сопротивление. Но рыба эта не единственная, чем питается эта невероятная хищница. Ее пищевой рацион также включает в себя ракообразных лягушек, а то и мышей, крыс, кротов и белок – все те, кто решает пересечь водные преграды во время своих сезонных путешествий. А если представится возможность, эта гигантская хищница без проблем может поиметь на свою водную территорию утят или даже взрослых уток. В мире, где хищник может стать гигантом, сложно представить, что у щуки есть свои натуральные противники. Однако на этого хищника охотятся выдры и белоголовые орланы. В Сибири крупные особи встречаются редко из-за тайменя, которые без труда справляются с щукой любого размера. На юге щука подвергается нападкам со стороны самов. Когда щука еще мала, ее преследуют окунь, ротан и крупные суда. И все же, помимо естественных врагов, у щуки есть и более опасный противник – человек, выступающий в образе рыболова-энтузиаста. Поймать щуку трофей – это цель мечты любого любителя спортивной рыбалки. В мире щук удивительное разнообразие явлений. Самки этой рыбы становятся готовыми к размножению уже к третьему-четвертому году жизни, а самцы – лишь к пятилетнему возрасту. Их нерест начинается после таяния льда при температуре воды всего 6 градусов. Первыми к нересту подплывают мелкие щуки на глубину до 1 метра, в то время как крупные особи выбираются на поздний срок. Количество икринок щуки зависит от размеров самки. От одной особи может быть до 215 тысяч икринок диаметром 3 миллиметра. Часть икринок приклеивается к растениям, но другая часть моментально оседает на дне водоема. Через 3 дня практически вся икра теряет свою клейкость, оседает и начинает развиваться на дне. Рождение личинки щуки имеют размеры до 8 миллиметров. После того, как они выходят из яичной оболочки, личинки начинают питаться веслоногими, ракообразными и дафниями. Достигнув размера 15 миллиметров, молодые щуки уже успешно атакуют личинок карповых рыб, которые появляются после них. При длине тела малька в 5 сантиметров рацион щуки полностью состоит из мальков других видов рыб. Щука – популярный объект рыбной ловли. Ее активно разводят в прудах и она является объектом увлекательной и спортивной рыбалки. Среди рыбаков ходит легенда. Отцепившаяся от крючка щука запоминает приманку, причинившую ей боль. Поэтому рыболову придется заменить приманку или сменить место ловли. Существует история, что в начале 13 века король Фридрих II в Бьокингене в Германии поймал щуку, окольцевал ее золотым кольцом и отпустил обратно. Через 267 лет рыбаки поймали эту же щуку. За эти годы она выросла до 6 метров в длину и весила 140 килограмм. Эту историю быстро разоблачили. Хребет рыбы состоял из позвоночников разных щук. А король Фридрих II в то время не мог быть в Германии из-за обстоятельств. Дорогие друзья, спасибо, что присоединились ко мне сегодня, чтобы узнать больше о захватывающем мире щуке. Надеюсь, что вы насладились этим погружением в жизни этого удивительного хищника и узнали много интересного. Не забывайте подписываться на мой канал и ставить большие пальцы вверх. Берегите природу и до новых встреч!